Об интересных событиях недели расскажем в коротких новостях. Иволги полетят в Москву уже на следующей неделе. Первый из московских центральных диаметров планируют запустить 21 ноября. Поезда будут ходить без дневного перерыва по расписанию метро, а стоимость проезда составит всего 45 рублей. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске газеты Лобня. Ливневая канализация, водоснабжение и страхование жилья. О том, с какими еще вопросами лобницы обращались к главе города, расскажем в нашей постоянной рубрике. С жалобой на плохую работу ливневой канализации обратилась жительница дома 11 по улице Чехова. Когда идет сильный дождь, вода попадает в подъезд. В результате в квартирах отсыревают стены, появляется плесень. В доме женщина живет более 40 лет и говорит, что в прежние годы такого не было. Для решения вопроса на место направлена комиссия. Специалисты которой определят масштаб предполагаемых работ и устранят проблему. А жильцы дома 1 по улице Батарейной наоборот страдают без воды. Дом ведомственный и собственник на это не обращает особого внимания. Жители заверили, что после проведения тендера в ближайшие дни дом подключит к городской системе водоснабжения. И вода будет бесперебойно поступать в квартиры. Кроме того, будет решен вопрос с благоустройством двора. Семья из микрорайона Луговая попросила содействия в ликвидации последствий пожара в квартире. Как выяснилось, имущество не было застраховано от несчастного случая, поэтому компенсации людям не полагается. Тем не менее, материальная помощь им уже была оказана. И сейчас будет сделано все возможное, чтобы оформить еще одну выплату. Кроме того, женщине предложили помочь с выбором подрядчика для проведения ремонта. Как отметили специалисты, этот случай – один из примеров того, что личное имущество необходимо страховать, чтобы в дальнейшем избежать подобных неприятностей и защитить свою жизнь, здоровье и дом. 11 ноября 10 лобнинских призывников, большинство из которых вчерашние школьники, пополнили ряды российской армии. Всего в этот день на областной сборный пункт были направлены 39 ребят. Как сообщил военный комиссар Эдуард Дылевский, с начала осенней призывной кампании 19 лобнинцев уже направлены в воинские части. Всего от нашего города в рамках осеннего призыва планируется направить 55 человек. Конкурс «Патриотическая песня» на Кубок Боевого Братства 7 ноября прошел в 10-й школе. Его участники – юноши и девушки 6-8 классов, в том числе обучающиеся вокалу и игре на музыкальных инструментах, участники и победители различных фестивалей, например, «Песенки года», исполняли патриотические произведения, поднимающие боевой дух и хранящие память о солдатах, не вернувшихся с войны. В составе жюри – ветераны Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты, депутаты городского совета. В выступлениях оценивались как вокальные данные конкурсантов, четкость, правильность, эмоциональность исполнения песен, так и сценические образы, костюмы. Первое место по совокупности полученных баллов присудили учащимся школы номер 6. В номинации «Сценический образ» первого места были удостоены учащиеся школы номер 4. Они выполнили главную задачу, они тронули не только сердца жюри, но и сердца зала. Очень хорошие песни звучали, очень интересная была программа. Уровень почнился, молодцы, спасибо. Я сам служил в Афганистане, больше тронулся все-таки про Афганистан. И очень были хорошие кадры, показанные из разных фильмов и из кинохроники про Афганистан. Мы хотим донести до подрастающего поколения правду истории и историю нашего государства, что у нас в каком году происходило, какие были локальные войны, какие были военные конфликты. Конкурс на Кубок боевого братства проходит с 2012 года. В этом году он посвящен 30-летию вывода советских войск из Афганистана и 25-й годовщине начала первой чеченской кампании. Продолжением конкурса станет защита боевых листков. Каждая школа представит своего героя, участника боевых действий. Дню воинской славы России и легендарному параду на Красной площади, прошедшему в разгар войны 7 ноября 1941 года, был посвящен вечер-концерт клуба «Камуза-40». Концерт состоялся в ДК «Красная поляна». На все его номера, стихи, песни о тревожной молодости, о суровых военных годах, о любви и вере в победу были посвящены памятной дате. Звучали и песни, написанные лобнинскими авторами, в том числе о боях на Лобнинском, самом близком рубеже обороны столицы. Буду первую песню, буду петь «Киевский переезд». Вы знаете, она очень дорогая, эта песня. У нас тематические вечера, которые посвящены 100-летию комсомола, Великой Октябрьской революции, Дню матери. Наш клуб «Камуза-40» действует и работает уже 15 лет. И руководит им наша Галина Петровна, это уникум. Она вот уже все 15 лет за нас пишет сценарий, каждому расписывает, что надо петь, репетиции. Галина Журкина – бессменный руководитель клуба. Коллектив регулярно выступает с тематическими концертами в городских школах, библиотеках, социальных центрах, в отделе ЗАГС, учреждениях культуры. Его участников неоднократно приглашали на выступление в Москву и города Подмосковья. Вперед и ввысь! Этого девиза даже в свои 80 лет придерживается руководитель школы здоровья Ольга Зайцева. 8 ноября в ДК «Красная Поляна» прошел ее творческий юбилейный вечер. 80 лет, по мнению Ольги Дмитриевны, не повод для грусти. Она по-прежнему энергична, улыбчива, доброжелательна. Врач-педиатр с 50-летним стажем переехала в Лобню 7 лет назад. И вот уже 4 года на базе Дома культуры «Красная Поляна» проводит занятия по суставной гимнастике для пожилых людей. В основе нашей программы суставная гимнастика, потому что именно состояние суставов определяет наши возможности ходить, стоять, танцевать, радоваться, перемещаться. И не зависеть от мелочного ухода наших детей и близких, не обременять их. В эти комплексы, которые мы меняем каждые 3 месяца, входит и Бубновского системы, и Пилатеса, и Йога. И вот теперь мы вводим новый комплекс, называется миофасциальный релиз. Релиз означает слово «расслабление». Школа здоровья – не единственное увлечение Ольги Дмитриевны. Она прекрасно поет и танцует, что продемонстрировала на вечере. За эти годы дважды участвовала в конкурсе «Серебряный возраст», трижды в фестивале «Серебряный голос». А также вышла в финал зонального этапа областного конкурса «Бабушек ты супер». Теперь Ольга Дмитриевна с улыбкой вспоминает те дни, когда Лобня для нее была чужим городом. Сегодня у нее здесь много друзей и единомышленников. Все они пришли на юбилейный вечер. Руководитель Управления социальной защиты населения Анна Жарова зачитала поздравления от губернатора Московской области Андрея Воробьева и высказала особую благодарность за большой вклад Ольги Дмитриевны в реализацию программы «Активное долголетие». А Союз пенсионеров Подмосковья оценил ее деятельность высшим знаком за заслуги. И на сегодня это все короткие новости.